На сцене только женщины. В молодежном театре на Фонтанке сегодня премьера «Дон Бернарды Альбы» по пьесе испанского драматурга Федерико Гарсиа Лорки. У ее основы положены реальные события, которые автор старался воспроизвести с документальной точностью. На генеральном прогоне побывала Татьяна Баженова. Это что же, приличник гоняться за мужчинами, в день похорон отца. Новую постановку в молодежном театре на Фонтанке худрук Семен Спивак доверил актеру из своей труппы Евгению Титову. В России это его режиссерский дебют. До этого он пробовал свои силы на этом поприще в Вене. Пьесу об испанской семье, которая теряет отца Федерико Гарсиа Лорка написал в середине 20 века. Тогда как раз начиналась гражданская война. Вот только история совсем не о трагедии государства, а о беде одиноких женщин. По сюжету вдова Бернарда Альба объявляет в доме траур на 8 лет. Опять ее дочерей совсем не думает скорбить о батюшке. В их жизни важнее любовь и замужество. Мы про себя играем. Это не значит, что там испанские женщины, не испанские женщины. В такой ситуации может быть женщина любой национальности. И самое главное, что мы в себе, как в женщинах, что-то открывали. И я считаю, что это здорово. Траур по усопшему мужу Бернарды на петербуржской сцене устраивают третий раз. Ранее спектакль ставили в БДТ и МДТ. Молодежки на фонтанке рассказывают, на коллег не ориентировались. Важнее было переосмысление классического произведения Лорки. Но, как и у других, у Евгения Титова на сцене не появится ни одного мужчины. Никаких корректив в текст произведения не вносили. В молодежном пьесу представят почти в классическом виде. Немного разбавив накал страстей юмором. Очень тяжелая, страстная пьеса. Пытались впихнуть в нее иронию. Присутствие мужчины есть в этом спектакле. Но он такой виртуальный. Работа над постановкой длилась три года. Причем в коллективе отмечают. 33-летний режиссер, настоящий герой. И справился не только со сложной драматургией, но и с исключительно женским актерским составом. Я думаю, ему было нелегко, но он вел себя мужественно. Мужественно и очень умно. И потому что, если бы он выбрал неправильную линию поведения, как бы не было бы никакого результата. А результат есть. И я думаю, что он очень неожиданный, парадоксальный. Трагедия с немалой толикой иронии. Кстати, делает Бернарду в исполнении Екатерины Унтиловой гораздо мягче, чем она изображена в пьесе «Лорки». Постановщики так и говорят, хозяйка дома не была тираном. Просто мечтала о создании идеального мира в собственном доме. Но ни в пьесе, ни на сцене театра на Фонтанке у Бернарды Альбы это не получается. Татьяна Баженова, Дмитрий Гринчак, Игорь Ширинов. Новости, Санкт-Петербург.